Всем привет! Очередные новости по аквариумам. Начнем, наверное, с самого маленького. Это не рестовичок на 15 литров. Здесь пару недель назад, даже уже не пару недель, где-то недели почти три назад родились мальки сразу от двух разных видов рыбок. Это меченосцы Санта-Клауса, вот они видите, бело-оранжевые и черная малинезия. Их там побольше. В общей сложности у мальков было где-то больше 10 меченосцев и штук, наверное, 20 я тогда насчитал черных от малинезии. Прошло уже где-то около трех недель, мальки значительно выросли. Я не так давно здесь в аквариуме сделал такую перестановку, травку проредил, пересадил, чтобы посвободнее было. И также здесь еще сейчас поселилась самка неоновой пиццилии. Она там где-то в зарослях прячется, ее плохо видно, но она там где-то в глубине. Я даже сам сейчас не вижу, куда она там спряталась. Ну, я жду, что скоро, может быть, появятся мальки, но пока она там где-то уже неделю больше даже сидит и пока тишина. Ну, в принципе, ничего, может быть, еще будут малечки, потому что неоновые пиццилии мне очень нравятся. Красивые такие рыбки, я вот все хочу их развести. Меченосцы малинезии подрастают потихоньку, активно питаются, уже довольно крупненькие такие. У меченосцев уже стал ярко выражен окрас бело-оранжевый. Они крупнее немножко малинезии, хотя разница по дням там буквально 2-3 дня между ними. Но они более крупные такие, чем малинезии. По растениям здесь особых изменений нет. Тут криптокарины, бакопа, роголисник чуть-чуть плавает, там пистия на поверхности. Ну, в общем, все так же. Травка потихоньку растет, приживается. Я, повторюсь, уже проредил здесь все, убрал лишнюю. И аквариум стал посвободнее. Вот так вот он сейчас выглядит. Малявочник этот. Мальков здесь, конечно, много. Наверное, давайте я сейчас покажу следующим тогда второй маленький аквариум, который у меня на 25 литров. Ну, и вот он второй тоже. Раньше это был не ристовичок. Я там пробовал в свое время немножко гупешек разводить, но потом как-то это все ушло. Сейчас у меня здесь живут уже подросшие им практически, наверное, 3 месяца мальки золотой малинезии. Там несколько малечков каких-то оранжевых попалось, каких-то серебристых, может быть, от пиццили еще с предыдущего раза. Там как-то я пробовал ее отсаживать. Вот они уже довольно крупненькие. Если там видите, таких серебристых с полосками, это вот скорее всего от пиццилии какие-то скрещенные с кем-то. Ну и несколько там оранжевых таких ярких плавает, похожих на меченосца. Может быть, это оранжевые пиццилии. Как известно, иногда у рыбок проявляются признаки через поколение, там через два могут. Кто его знает, с кем скрещивались эти малинезии еще до моих аквариумов. А может быть, они и у меня в аквариуме в общем уже успели там с кем-то пересечься. Кто его знает. Потому что я их всех отсаживал в нерестовик с общего аквариума. А там у меня, как знаете, рыбок довольно много всяких. А живородки все вот эти пиццилиевые, там меченосцы, малинезии, пиццилии, они могут друг с другом скрещиваться. Вот такое вот разнообразие сейчас получилось. Мальков тут, наверное, ну не знаю, штук 20. Да, конечно, за последнее время там, может быть, несколько штучек погибло. Ну это естественно, когда мальков много, все равно какие-то попадаются не совсем здоровые, недоразвитые, может быть. Я видел там один-два, может быть, сдохли за это время. А так в целом чувствуют себя хорошо, они растут. Петушок, вот самка тут одна осталась. К сожалению, у меня погиб петушок синий, который был тут крупненький такой. Изначально вообще это был аквариум для петушков. Но вот по прошествии, наверное, полугода он что-то как-то заболел и помер, к сожалению. Не знаю, может нового еще сюда завести. Потому что сейчас у меня одна самка тут осталась. Ну, сомики тут у меня пара крапчатых леопардовых вот этих, или мраморные, кто они, как они там правильно называются. И парочка анцитрусов еще ползает там в траве. По растениям особых изменений нет, как видите. Новая лампа, которую я поставил где-то недели две назад, или даже неделю назад, наверное. Пока по ней особо ничего сказать не могу. По растениям, ну, сильных изменений нет в плане роста. Лампа комбинированная с дополнительным цветом. Сейчас я вам покажу. Ну, вот так вот она выглядит. Это вот новая лампа, там спектр тройной. Белый, синий, красный. Получается такой вот приятный цвет. Ну, и старую я пока решил не убирать, чтобы было поярче. Потому что одной и новой все-таки не хватает как-то. Но по растениям пока сложно сказать. Никаких особо изменений я не увидел. Вот мох, который на коряге там слева, вот он разрастаться начал хорошо, кстати. Может быть и благодаря лампе в том числе. Вон там оранжевые какие яркие плавают. Парочка пиццилий. Интересно, кто это будет. Я думаю, уже скоро, наверное, через месяцок надо будет этих рыбок пересаживать в основной аквариум. Потому что тут им, наверное, все-таки уже тесновато становится. Тут 25 литров всего лишь. Вот так вот. От сезона к сезону медводопроводная вода, которую мы наливаем, она меняется же по составу. То есть зимой она одна, летом другая. Может быть в этом связано. Я не знаю. Потому что тесты я проводил, по тестам все в норме. Все показатели, все четко. А вот растения показывают разную динамику. И это я заметил как раз вот именно в отношении разных времен года. Может с этим связано. Не знаю. Ну и суть. В общем, переходим к большому аквариуму. Сейчас посмотрим. Ну и вот он, собственно, основной аквариум большой на 200 литров. Можете заметить, что слева, здесь вот в углу, у меня очень хорошо начала разрастаться криптокорина тропика. Довольно долго она сидела в одном положении и тут начала пускать побеги. Что очень хорошо. Из растений активно начал разрастаться химиантос микронтемотис. Вот он здесь, небольшой пучочек. И у коряги там основной такой кустик, довольно крупный уже. Ну, бакопа, понятно, растет. Все еще я ее хоть и прорежу, но она все равно растет. Анубиасы на коряшках почему-то пошли в рост. Начали давать новые листики. Что на маленькой коряге слева там у криптокорины, что вот этот основной большой на новой коряге. Потихонечку разрастаются. Мох на коряшке справа тоже чувствует себя неплохо. И я тут заметил еще побеги на этом, на папоротнике. Сейчас я его вам покажу поближе, попробую. Вот он. Видите? Там такие корешки торчат. И на конце листика новый, как бы, кустик образуется. Ему примерно две недели, как я папоротник посадил. И вот так вот он сейчас уже начал пускать побеги. Вот она эта коряшка. Давайте вот так вот я сделаю. Мох на коряге растет потихонечку. Такой густой, уже пушистый стал. Водоросли, кстати, потихоньку ушли. У меня были тут проблемы с кладофорой. Там по заднему плану сейчас видите какие-то нитки. Это скорее всего не обращайте внимания. Это скорее всего просто что-то попало в аквариум. Может я сейчас воду менял, там чистил. Какая-то, видимо, волосинка туда попала. У меня же кот живет. И в аквариуме частенько бывает какая-нибудь шерсть там от кота летит. Все равно это что-то туда попадает. Вот так вот он добавляет дизайна, так скажем. Как ни крути, аквариум открытый. Все равно туда шерсть эта летит. Волосы какие-то попали. Ну, в общем, не суть. Вот так вот это все дело сейчас выглядит. По рыбам особых изменений тут нету. Да и как бы я ничего и не планирую пока. Очень классно, кстати, смотрятся вот бриллиантовые тетры. Вон они сейчас на переднем плане. Яркие такие прикольные. Вот они пицциллии неоновые. Тоже у меня их тут штук пять, наверное, сейчас сидит. Одну я отсадил в нерестовичок. И меченосцы вон тоже видно. Желтые малинези вот эти, которые у меня мальков родили. В общем, все рыбки здесь в том же составе, в котором и были последнее время. Людвигия Ред вот что-то листья потеряла. Вон, видите, пальма такая справа от коряги. Красненькая. Что-то все листья у нее подлетали. Тоже как-то это... Хотя росла вроде нормально. Ну, не знаю. Ладно. В принципе, в целом все нормально. Рыбы чувствуются хорошо, естественно. Растения тоже разрастаются. Криптокорины особенно. В общем, сегодня в очередной раз тут сделал подмену. Так немножко почистил. И эту травку прореживать пока не стал. Вот так вот выглядит сейчас большой аквариум. Пропант я, кстати, сифонить начал. Потому что долгое время этим не занимался. И сейчас уже заметил, что грунт сильно заилился. Я начал его регулярно, ну, хотя бы там пару раз в месяц сифонить. Честно скажу, не совсем простое занятие. Потому что грунт легкий, его засасывает сифоном. Потом приходится это все обратно в аквариум возвращать. Но делать это надо, конечно. Потому что аквариуму уже прилично, больше полугода. И, естественно, грунт заиливается. Поэтому, хочешь не хочешь, приходится его сифонить. Вот такие вот дела. Ну, в целом, в принципе, и все. Особо больше рассказать нечего. Пока никаких новостей сильно нет. Так что ждем нереста пицилии. Неоновые. И посмотрим, как будут дальше мальки развиваться. Скоро я их уже из второго маленького аквариума, наверное, буду пересаживать сюда потихоньку. Они уже размером практически как неонки. Ну, если рыбки их трогать, другие не будут. Но у меня тут скалярий, правда, парочка есть. Одна крупная, полосатая. Вторая черная, поменьше. Где, кстати, полосатая? Что-то я ее не вижу. Куда она делась? Странно. Ну-ка. Спряталась где-то. Интересно. Ну, ладно. Ну, в общем, такие вот новости, друзья. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok